Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов. И сегодня мы обсудим мою статью «Комплексы философии». Следует заметить для начала кратко, что философия на протяжении многих лет своего существования, многих тысячелетий даже, своего существования обрела несколько таких комплексов. То есть действительно, можно сказать, психологических заболеваний, которые ограничивают ее, по сути. Которые не дают ей быть той самой философией, какой она была в самом начале. Это все либо симптомы упадка, либо полноценные заболевания. Впрочем, есть одна проблема. Примечательно, что люди, которые, в общем-то, болеют этими самыми заболеваниями, считают, что все это произошло с необходимостью. То есть все так и должно быть. То есть что это все хорошо, это все на самом деле отлично. Все эти пункты, которые я перечисляю, ну, по крайней мере, большинство из них, вот они замечательные. То есть они, наоборот, они должны были произойти, и хорошо, что они произошли. Да, 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 да. Но поскольку я измеряю философию определенной вполне меркой, меркой продуктивного мышления, меркой такого новаторства в данном случае, меркой способности начать из истока, с самого начала, с нуля, отринув все возможные концепты, которые были до этого, то есть перейдя в состояние забвения даже в некотором роде, трактую философию таким образом, я прихожу к мысли, что все это действительно заболевания, комплексы, которые не дают философии проявиться. То есть настоящей философии, полноценной философии, философии, по преимуществу философии досократиков или философии древних, той самой философии, которая творила культура, которая, по сути, создала несколько культурных истоков, вроде античности, Индии, Китая. Вот эти мыслители, они действительно были максимально продуктивны в своих высказываниях, идеях, и на базе их, в общем-то, концепций были созданы вот эти вот цивилизации. Три, по крайней мере, три цивилизации. Очень сильные, очень большие и очень мощные цивилизации, породившие невероятное количество всего. Я выделил ряд комплексов, противоречащих изначальным тенденциям философии. Ну, перечисления их есть, в общем-то, внутри уже статьи, будем читать дальше. Комплекс начетничества. Да, это один из первых комплексов. Философия стала слишком много читать и слишком мало думать. Мышление подменяется чтением. Ну, вообще, вы, наверное, заметили, что авторитет чтения в последние годы, ну, в последние века, так скажем, резко возрос, очень резко возрос. Если для какого-нибудь Сократа изложение мыслей в письменной форме это было, ну, унизительно, по сути, нет, нельзя излагать мысли письмом, письмо, оно уже, оно мертво, то современность, наоборот, преподносит нам огромное количество текстов, тексты, тексты, вокруг одни тексты, очень много текстов. И ввиду этого человек без эрудиции перестает восприниматься как серьезный мыслитель. И это действительно проблема, потому что настоящие мыслители, ну, то есть до Сократики по преимуществу, ну, может быть, Платон, Сократ, Аристотель тоже, они не были в прямом смысле начетниками, они не занимались начетничеством как таковым. Вот в чем проблема. И если уж Аристотель действительно знал философскую традицию до себя, ну, довольно-таки неплохо, но он ее критиковал и очень радикально критиковал. Да, и тут получается, что диагноз данный, его постановка делается не на базе того, что человек знает, а на базе того, как он относится к прочитанному. Данный подход к чтению я бы назвал догмокритическим. То есть у человека есть догма, и он соотносит с этой догмой, прочитанной, и работает в соответствии с этой догмой, уже с прочитанными текстами. Иногда дополняет свои идеи, дополняет свою догму из прочитанных текстов и отметает все ненужное, все, что не соответствует его догме. Иногда просто разбивает в пух и прах все, что попадается на его пути, просто потому, что это не соответствует его догматической установке. Вот. Такое чтение, такое начетничество, оно носит определенно негативный характер. И, по сути, да, причем когда чтение причем именно в догму попадает, то есть именно собирает из себя догму. Первые тексты, которые люди читают в детстве, когда они еще недостаточно сформированы, когда они еще недостаточно умны и недостаточно критичны, вот они читают это и составляют свою позицию на базе прочитанного, и это действительно догматическое начетничество. И получается, что чтение подменяет мышление, и для многих людей это действительно так. Они тебя спрашивают первым делом, почему ты, например, поступил на философский факультет, книжки читать начал, да? Да, начал читать же книжки, конечно, конечно же, все философы начинают читать книжки в первую очередь. И когда они читают книжки, они становятся такими мудрыми сразу. Немножко все сложнее, причем значительно сложнее. Чем начетничество противоречит философии? Дело в том, что философия зарождалась в условиях недостатка текстов. То есть у нас нет текстов, у нас нет концептов, у нас нет дискурсов. Их надо создать. Вот в таких условиях зарождалась философия. А если были какие-то тексты, какие-то учителя, ну то есть целая серия учителей, конечно же, были у досократиков, но, 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 этих текстов было не так уж и много. И постоянно приходилось создавать что-то новое, какие-то новые ходы искать, новые выходы, новые теории предлагать, новые целые тенденции создавать. Как, например, тенденция софистов, ну просто потрясающая тенденция, которая выбивается, выбивается из всей истории философии и, к сожалению, прекращается в античности. Так вот, еще Гераклит говорил, многознание уму не научает. И это слова, собственно, досократика. И, по-моему, они выражают, это девиз досократиков, это девиз настоящих философов. Многознание уму не научает. И это действительно так для тех людей, которым впервые в истории человечества было применено слово философ. Ну, тут немножко сложнее, потому что, на самом деле, слово философ предложил Пифагор. А Гераклит, когда говорил, многознание уму не научает, добавлял, что иначе она научила бы уму Пифагора. Ну, то есть здесь немножко все сложнее. Но я бы тоже не назвал Пифагора особо начитанным персонажем, скорее всего. Я не думаю, что у него было очень много текстов на руках. Конечно, он много путешествовал и знал тоже немало. Но был ли он начетником по современным меркам? Ну, скорее всего, нет. Вряд ли он сидел в библиотеках постоянно, зачитывался с утра до вечера какими-то текстами, размышлял на их базе постоянно и думал, о, какие умные тексты, ух, какой замечательный Фрейд, ох, какой потрясающий Маркс и аналоги вот этих мыслителей только в Древней Греции, да. Нет, он оттуда, конечно, делал, потому что не было там ни Фрейдов, ни Марксов, никаких других авторитетов, только вот Пифагор. Вот перед вами Пифагор, и он отвечает за свои слова перед вами. Один. Сам. Никакие тексты ему не нужны и никакие ссылки ему тоже не нужны. Исторические предпосылки. Почему вообще получилось так, что начетничество начало преобладать? Конечно, я это возвожу к догматизации европейского общества и развитию христианства. А христианство это преимущественно книжная религия, религия одной книги, так скажем, в которой ссылки играют важнейшую роль. И ввиду этого чтение текстов играет важнейшую роль. Очень важно прочитать текст. Очень важно. Невероятно важно. И с этим уже, собственно, ничего не поделаешь. Впоследствии начетничество перешло и в науку, конечно же, и так оно и продолжило развиваться в европейской культуре до наших дней. И в конце, ну, по сути, мы сейчас находимся до самой высокой, наверное, стадии начетничества, когда для того, чтобы считаться интеллектуалом, нужно очень много прочитать именно. Нужно быть именно эрудитом. Не нужно иметь мыслительные способности, не нужно мыслить, не нужно предлагать новые концепты. Нужно просто быть начитанным, как бы. И ты уже претендуешь, ты уже молодец. А если ты мыслящий человек, если ты предлагаешь новые концепты, но при этом ты не начитан в достаточной степени, или вообще не начитан, то ты не молодец, ты дурак, ты не мыслитель, все, до свидания. А в Древней Греции все было наоборот. Следствие. Догматизация философии. Это действительно ведет к догматизации философии развития осмысленного и бессмысленного цитирования, отказа от мышления в пользу чтения, определенно ложное мнение о том, что чтение есть источник мышления. А материалы, касающиеся данной проблемы. Относительно данной проблемы мы можем почитать в еще одной моей статье, которая называется «Подходы к чтению». Мы ее разбирали уже на видео. С видео тоже можно ознакомиться. Комплекс цитирования. Это следующий комплекс. Ну, давайте дальше с комплексами покороче. Статья очень большая, очень массивная. Здесь разобрано колоссальное количество различных комплексов философии. Что такое комплекс цитирования? Давайте быстро разберем. Это когда просто люди маниакально начинают цитировать все подряд, все, что связано с их темой. И не только все подряд. Что-то определенное, каких-то своих любимых авторов, своих авторитетов. Авторитетов внутри науки просто цель такая в некоторых главах, например, научного текста или философского, создать определенную базу цитат, чтобы показать понимание той или иной темы в рамках того или иного дискурса. Но проблема заключается в том, что философ это тот, кто создает дискурс. Да, философ это не тот, кто создает дискурс, может быть тот, кто создает культуру даже целую, тот, кто создает свое мировоззрение. Как человек, создающий полностью свое мировоззрение или стремящийся к этому, может основывать свое мышление на цитатах, это, конечно, хороший вопрос. И, конечно же, чтобы составить большое комплексное мнение, цитировать всегда проще. Можно что-то нацитировать и предложить к огромному количеству цитат, которые мы приняли или отвергли, что-то свое. Да, это действительно можно, но этого своего будет слишком мало, чтобы назвать человека философом. Так вот, как следствие, из-за мании цитирования, которая превалирует сейчас в философии по преимуществу в академической философии, многие так называемые философские тексты современных авторов просто превращаются в колоссальный набор цитат и отсылок. Зачем это надо? Непонятно, честно говоря. Зачем мне читать отсылки на Гегеля, отсылки на Маркса, вместо того, чтобы читать оригинального какого-то мыслителя? Это поголовно. Это же поголовно. Тексты состоят из цитат. Либо из цитат, либо из отсылок. Непонятно, зачем мне знакомиться с этим текстом. Я бы сам мог накомбинировать такой взгляд, как у автора. Особенно, если он ничего особо и не комбинирует. Забавно. Материалы, касающиеся данной проблемы, это постыдность цитирования. Недавно я выпускал по этой теме видео. Недавно я написал по этой теме тоже статью. Вы можете познакомиться с ней. Постыдность цитирования тоже вводите. Почему великие философы по преимуществу стыдились прямого цитирования? Почему они избегали прямого цитирования? А если и цитировали, то по преимуществу для критики. Ну, и также там разбирается текст. Ну, почему Аристотель это, например, делал? Почему Аристотель не опирался на древних, а критиковал их цитатами своими? Следующий комплекс — это комплекс Достоевского. Или комплекс художественной литературы. Здесь все очень подробно раскрыто. Разбирать мы не будем. Прочитайте обязательно статью. Очень хорошо. Очень полезная статья в данном случае. Комплекс Достоевского — это комплекс философа в данном случае, который постоянно ссылается на какого-нибудь литератора, группу литераторов или на поэтов. В данном случае почему названо комплекс Достоевского? Потому что почти все русские академические философы ссылаются на этого Достоевского. Вот просто вот Достоевский и вот ссылка в каждой статье. Как будто бы это передовой мировой философ, и как будто бы он создал свое мировоззрение. Как будто бы у него вообще были философские тексты, вы понимаете? Из его художественных текстов выводятся какие-то философские мысли, хотя их там особо-то и не было. Очень-очень интересно. Я видел очень много цитат на Марию Цветаеву, например, Анну Ахматову, да на кого угодно, на кого угодно ссылаются, на Пушкина ссылаются, тоже великие философы. Да, можно вспомнить цитату из Онегина, да, сейчас к начетничеству и к цитатам вернемся, где он, в общем-то, высмеивает людей, читающих Канта, понимаете? Пушкин усмеивал людей, читающих Канта, и на него тоже ссылаются философы. А чё нет? Почему бы и нет, как бы? Да потому что эти люди не философы, не имеют никакого отношения к философии, не решают философских вопросов, не используют философские методы, не разрабатывают философские методы, не разрабатывают новых учений обыкновенно. Очень редкий писатель действительно является чем-то приближенным к философам. Ну вот очень редкий, вот прям вот, вот прям очень-очень мало таких людей. Гёте и то может быть там вот на волоске висит, может быть там близок к философии человек был. Но тоже очень сомнительно. Потому что откровенно таких больших философских текстов даже у Гёте нет. А Гёте один из самых философских поэтов, по крайней мере. Так. Продолжаем. Комплекс стада. Ну или комплекс, в данном случае можно назвать комплекс коллектива. Если философия начиналась с единичных персон и иногда их учеников, продолжающих... Причём продолжающих не идей автора изначального, не идей учителя, а... Так скажем, стиль мышления даже некоторый. То есть... То есть, да, продолжали в том же духе мыслить, но разрабатывали проблемы совсем иначе, совсем другие проблемы, совсем другие вопросы. Вот. Вот. Древность, она вот такая. Она состоит из единичных персон. Исключ... Ну, не вся древность, конечно же. Древность Досократики сейчас подразумевается, как обычно. Иногда есть Досократик, его ученик и ученик ученика. Иногда бывает, ну, не очень далеко заходит эта цепочка. На самом деле. Разрыв происходит очень быстро. Исключениями служат в данном случае коллективы вроде Пифагорейского союза, конечно же. А также уже все... коллективизация... Коллективизация философии, так скажем. Звучит смешно. Коллективизация философии начинается уже активно с Платона. Когда он организовывает свою великую академию, в которой собирается огромное количество людей, которые занимаются уже платонизмом по преимуществу. Иногда платонической любовью, наверное, тоже, но не важно. Так вот. Занимаются платонизмом. И по образцу уже платоновской школы создаются другие. И, в общем, с этих пор начинает развиваться такой коллективизм философии. Но при этом надо заметить, что в древности все эти философские школы разительно отличались друг от друга. То есть у одной философской школы была одна совсем своя традиция. И им было плевать на то, что там у Платона происходит. Пусть Платон там со своими учениками делает все, что хочет. А у меня есть курица ощипанная, я бреду, просто поржу над ним и уйду, например. Как это делал Диоген Седовский. Почему бы и нет? То есть в современной культуре такого просто не представить. В современном университете просто нельзя, наверное, даже вообразить, чтобы известный философ, какой-нибудь мудрец вдруг пришел на лекцию известного великого профессора, притащил ему ощипанную курицу и сказал «Вот же твой человек». Потому что все связаны. Чем больше, в общем-то, чем больше людей входит в систему, и чем больше они связаны, тем больше вот эта вот стадность, коллективизация. Тем больше люди зависят друг от друга, тем значительнее становится воля коллектива. Тем меньше власть у одного человека, причем власти высказываться. У него становится меньше возможности высказаться, меньше возможности критики. Он не может грубо раскритиковать противника, не может разнести его аргументами. Нет, не может. И все просто потому, что коллектив. Если коллектив отвергнет того или иного философа, ну все, до свидания. Ты уходишь из академической среды, ты перемещаешься на улицу, становишься охранником или грузчиком, ну и, в общем-то, все. Твоя интеллектуальная карьера закончена, прощай. Можешь умереть с голоду. Как бы, интересно. И комплекс стада, он активно влияет на современную философию. Потому что, в общем-то, существует стада. И причем связанные друг с другом стада, и такого в Греции, такой связи никогда не было. Такая связь появилась только уже ближе к современности, и это плохо. Именно для философии, именно для продуктивного мышления, именно для создания новых идей, это плохо. Потому что основной, основная категория коллектива – это компромисс. То есть, не истина, не правда, не достигнуть истины, не достигнуть правды, не сказать какую-нибудь мысль, которую мы можем оригинальную защищать. Нет. Компромисс. Создать компромиссную позицию. Когда ты создал компромиссную позицию, ну все хорошо. Все согласны, научное сообщество показывает большой палец, философское сообщество показывает большой палец, книжки печатаются, все хорошо, все замечательно. А когда ты не хочешь идти на компромисс, ты уходишь, уходишь вон, как бы. Все плохо. Все нехорошо у тебя складывается. Продолжаем. Комплекс традиций. Философия за последние тысячелетия из продуктивного мышления превращается в некую спонтанно отобранную совокупность традиций, связанных друг с другом разве что общим полем для дискуссии. Вот как раз общее поле для дискуссии это и есть стадо, так скажем. Так вот, стремление к традиционности и воспроизведению образцов мыслителей прошлого является характерной чертой современной философии. Большинство аналитических философов этим занимаются. Да и большинство известных современных философов занимаются вот тем же самым. Они воспроизводят образцы мыслителей. Один из самых известных мыслителей современности, Петер Салтердайк, со своими сферами, они просто переполнены отсылками на Хайдегера. Это явно не самостоятельный мыслитель. Это не тот мыслитель, который, в общем-то, идет своим, абсолютно своим, ни с кем не связанным путем. Ну, Хайдегер тоже был, так скажем, не совсем отвязан от культуры, но Салтердайк еще в большей степени привязывается к Хайдегеру. И в этом смысле, ну, получается, что с каждым веком мыслители становятся все более привязаны к своим предшественникам, с одной стороны. И с другой стороны, они отдаляются от философии, от свободного продуктивного мышления. В лучшем случае, они оригинально выражают идеи своих родителей, своих предшественников. Например, как Петер Салтердайк в «Сферах» выражает идеи Мартина Хайдегера. Несколько развивает их, дает им другие названия концептам Хайдегера. И, в принципе, у него получается своя большая философская система, которая при этом во многом базируется на идеях Хайдегера. Это, с одной стороны, может быть и хорошо, и полезно, и интересно даже, особенно для современности, где у нас таких текстов, как у Салтердайка, вот вообще больше практически и нет. Нет авторов, которые пытаются создать... известных, нет известных авторов, которые пытаются создать свою полноценную философскую систему. То есть, действительно, у нас сейчас не системная философия. Философия авторская. Философия, которая касается тех или иных, в общем-то, областей. Например, антропологии. У нас есть специалисты в антропологии. Философы-антропологи занимаются проблемами человека, и только ими. И ни в коем случае не хотят заходить в этику, потому что в этике там есть свои специалисты, которые чуть что-то настучат по голове. Антропологам и скажут, а-та-та, мы в этике разбираемся лучше, чем вы. Давайте-ка занимайтесь человеком, пожалуйста. Вот. И получается такая вот ссора частных специалистов, если что, или не ссора, а с существования этих частных специалистов в рамках уже сформированных традиций. И это довольно, честно говоря, печаль. Это не соответствует духу философии. Это действительно символ упадка философии. Комплекс недогматизма. Так, сейчас текст был, да. Текст «Современная инквизиция» посвящен традициям. Традиции чем плохи? Тем, что они на своей базе создают догматические, в общем-то, положения. И в соответствии, следуя этим положениям, люди, приверженцы данных традиций, могут оказывать всевозможные инквизиционные воздействия на своих оппонентов, на людей, которые, в общем-то, им не нравятся, чьи взгляды им противоречат. Значит, инквизиция существует до сих пор, так скажем, но она не заключается в том, что людей убивают. Прочитайте текст «Современная инквизиция», моя статья «Современная инквизиция» очень интересная в данном контексте. Комплекс недогматизма. Философы, как и ученые, боятся признать свой догматизм, боятся признать, что они верят в те или иные положения. Это очень болезненное чувство, мешающее адекватной рефлексии. Это действительно тоже плохо для философии. Это крайне плохо для философии. Наверное, один из самых таких плохих пунктов. Это возникло благодаря тому, что... Вот это вот явление довольно-таки странное. Оно возникло благодаря тому, что... Христианство... Опять во всем виновата христианство, как это получается. Ну, не оно собой виновата. Оно виновата в том, что оно присвоило себе слово «догматизм», «догма» и так далее. Там спектр вот таких вот слов, которые в Греции означали, ну, просто убеждение, просто мнение, наличие любого убеждения. Ни один же дурак не станет говорить, что у ученого нет убеждений. Ну, такая формулировка просто, ну, невозможна. У ученого есть убеждение. И он защищает свои убеждения. И когда он видит, что предмет падает вниз, он не говорит, что я верю. Он убежден, что он падает вниз. Это вполне адекватно сказать. А то, что он верит, то, что у него догма там возникла, что предмет падает вниз, так уже сказать нельзя. И все из-за христиан по преимуществу. Потому что они монополизировали слово «догматизм». И это в данном случае сыграло довольно-таки плохую роль во всем событиях, во всех событиях становления, историю философии. В итоге лишь мнения христиан начали считаться догматами. И когда, в общем-то, мыслители, в том числе эпохи просвещения и нового времени, начали сопротивляться христианству, создавать антиклирикальные позиции, иногда даже атеистические, в общем-то, слово «догматизм», слово «догма» и слово «вера» стали, в общем-то, нон-грата. Все, до свидания. Нет, мы больше не будем употреблять, мы не можем употребить к себе слово «верим». Мы не можем употребить к себе слово «убежд...» Ну, не убежден, убежден можем. Не можем употребить слово «догма». У меня есть догма там, например. Вот, я догматичный мыслитель. Такого не может быть. Человек не может такого сказать интеллектуальный. И у него появляется такое отрицание собственной веры, которое является именно правилом хорошего тона. Да, у человека есть вера, всегда есть вера. Он там верит в то, что эмпирические методы действительно могут открывать истину, например. Или он, например, не знаю, верит в то, что научные теории тоже являются истиной. Или он верит в то, что ученые не заблуждаются. Или он, не знаю, все что угодно может верить в то, что сейчас не считается верой. Но при этом он будет отрицать свою веру. Он будет говорить, нет, нет, я разумный человек, я проверяю все свои выводы. Нет, 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 я критический мыслящий. Я ни в коем случае не догматик и не верующий. Тоже без комментариев. Причем следует заметить, что слово вера, слово догма и догматы вместе со всем этим в догонку. Это терминология сугубо христианская. А, да. Это сугубо христианская терминология. И если уж мы каким-то образом переносим слово догма, слово вера, слово догмат на конфуцианство, на даосизм, на буддизм, на зороастризм, на другие любые религии, то мы расширяем его значение настолько, что любого человека в соответствии с этим значением можно назвать верующим. Или догматичным. То есть, опять же, мы как бы уже могли бы давно вернуться к этому пониманию греческому, к этому пониманию довольно-таки древнему, что убеждение и есть догма, по сути, своей. И какие-то особые формы догмы, особые формы догматов, которые были в христианстве, они не являются особыми. То есть, не следует говорить, что вот у христиане, у всех религий, у христиан только вот догматы, а вот у нас, у нас истина. Или нет, или у нас рациональное мышление еще лучше. Ведь верить можно и в рациональное мышление, например. Следствие. Возникновение ложного скептицизма, это одна из проблем, которые я постоянно разбираю, которые мне крайне не нравятся. Это неспособность адекватно в простых терминах осмыслять мышление, потому что его постоянно нужно оправдывать. Постоянно нужно оправдывать себя. Нет, я не догматик, ни в коем случае не догматик. И для этого нужно делать очень хитрые кульбиты интеллектуальные, чтобы оправдать себя. И это ни в каких ситуациях обычно и не нужно. Если человек просто сказал, да-да, я верю, плевать, я буду доказывать свою веру, все хорошо, как бы продолжаем беседу, продолжаем. Нет, нет, ему просто надо будет дальше доказывать то, что он не догматик. Это затянется на очень долгое время обычно. Также отсутствие адекватной рефлексии даже на фоне не самых умных христиан. То есть есть действительно, среди христиан есть умные и глупые, и даже глупые христиане в данном случае лучше понимают себя, лучше понимают свое мышление, чем какие-нибудь интеллектуалы и философы, которые отрицают свою веру. И это тоже проблема большая. Причем еще одна проблема, люди не могут понять, что такое недогматичная философия. Например, скептицизм или софистика, они не понимают, что такое недогматичная философия. Мы не можем им привести пример этой недогматичной философии, потому что они уже считают себя недогматичными. И вот он говорит, человек, я недогматичен. Все, я недогматичен, у меня нет догм, у меня нет веры. И мы потом смотрим на Аристотеля. Догматика Аристотель в метафизике отлично разобрал основные положения скептического подхода еще до возникновения скептицизма непосредственно, видимо на примере софистов. И смог выразить адекватные возражения, потому что он отлично понимал разницу, с одной стороны, между догматизмом, представителем которого он являлся определенно, и, с другой стороны, скептицизмом, представителем которого Аристотель не являлся и отлично это осознавал. Может быть, вы, не знаю, большие скептики, чем Аристотель, что вряд ли. Ну вот. Получается такая интересная ситуация. У современных философов ничего подобного не просматривается, потому что они, игнорируя собственные убеждения, считают себя скептиками. Это проблема. Касательно данной темы, есть статья «Страх и вера». Эта статья посвящена данной проблеме, тоже недавно написана, может быть, вы уже читали, знакомились, видео есть, смотрите, накапливайтесь. Комплекс скептика — это когда человек считает себя скептиком вследствие страха веры, ему это нужно, ему это важно. Но на самом деле в данном случае скептицизм становится таким вот ярлышком, такой вот медалью шоколадной повешенной на грудь самим собой. Причем при этом такой «Я скептик». Все, при этом ты не сомневаешься во многих вещах, при этом ты во многом убежден, но ты скептик. И шоколадная медаль к тебе на грудь. То есть на самом деле это ничего не значит. Это абсолютно ничего не значит, когда современный человек говорит, что он скептик. Это просто такой самокомплимент. «Здравствуйте, я скептик, я рационально мыслящий, я критически мыслящий человек». Это вообще ничего не значит. Вообще в большинстве случаев вот вообще никакого значения не имеет. Человек просто потом начинает оправдываться, и это выглядит нелепо, глупо и не имеет никакого отношения ни к скептицизму, ни к критическому мышлению. Комплекс рационализма. Да. Рационализм это совокупность некоторого количества философских течений, опирающихся на разум в решении философских проблем. Под разумом понимается ряд интеллигибельных практик, включающих в себя с одной стороны рассуждения, конечно же прежде всего логическая, теория аргументации и математику. Ну как минимум вот эти вот вещи три, рассуждения, аргументация и математика, вот это вот атрибуты рационального мышления, так скажем. Проблема в том, что рациональное мышление пихается, ну вот где попало, везде, оно везде. Сегодня оно везде без рационального мышления, без логики, без теории аргументации, без математики. Наука не двигается. Не только наука, философия с трудом двигается. Философия без математики может существовать, конечно. Конечно, философия может существовать без математики, но без теории аргументации вряд ли. И без логики тоже как-то не очень хорошо и существуется сегодня. Будет считаться довольно-таки постыдным, если человек будет пойман на каком-нибудь софизме, например. Хотя софизм, мне кажется, очень интересная вещь. Так вот, комплекс рационализма заключается в том, что этот самый рационализм становится обязательным в рамках большинства философских течений. И это симптом. Потому что рационализм был разработан философами. Во-первых, философами определенного типа. Идеалистами, между прочим. Ну, сначала это Пифагор, конечно. Потом Платон, Аристотель и так далее. А логику и математику и теорию аргументации в том числе разрабатывали по преимуществу идеалисты до определенного времени. Ну, пока, по сути, всем этим не начали заниматься активно англичане. Ну, представители аналитической школы, конечно же. Аналитики уже как бы совмещают. И более-менее материалистический подход с одной стороны, и логический с другой. Но это не меняет того факта, что создателем логики был Аристотель. Аристотель идеалист. И это действительно, ну, довольно-таки страдо, что люди это замечают обычно. Так вот. Проблема в том, что в античности не все были согласны с Аристотелем. Софисты уже были не согласны с Аристотелем. Киринаикам было плевать на логику. Да какая логика? Какие рассуждения? Самое главное это ощущение считали Киринаики. Все. Логика здесь не нужна. Также против логики, в принципе, выступали киники. Да какая логика? Этика. Надо жить правильно. Надо правильно жить, как можно проще. Зачем усложнять свою жизнь вот этой вот дурацкой логикой, которая, ну, работает по преимуществу только с высказываниями. Ну, выскажешь ты правильное предложение. Ну и что с этого? Как мы подтвердим, что это предложение истинно? Как мы подтвердим, что вообще в высказываниях можно выразить истину? То есть грекам это было очевидно. И такая критика вполне могла существовать в Греции. А в современности рационализм сам по себе считается необходимым. Он просто должен быть. Ты должен быть рациональным. Все. Все это не обсуждается. Практически не обсуждается. За некоторыми исключениями есть течения вроде рационализма, постмодернизма, иногда экзистенциализма, которые могут, философия жизни в том числе, которые могут вот так вот варьировать. Они, конечно, пишут тексты в соответствии с рациональными догмами. Это практически безусловно. Исключений мало. Например, Ницше. Ницше исключение в данном случае. Он пишет тексты не по рациональным догмам. Но! Большинство философов, философии жизни, например, экзистенциалистов, они вполне логичны. Они вполне работают в дискурсе теории аргументации. И это действительно догматично. Современная философия, она такая догматичная, рационалистическая, даже когда занимается иррационализмом и постмодернизмом. То есть, эта философия, она может быть в теории рационалистической. Она может быть в теории постмодернистической даже, но на практике чаще всего она является рационалистической. То есть, даже среди рационалистов, даже среди постмодернистов мы встречаемся с логикой. Вот так вот лицом к лицу. Вот среди логиков мы не встречаемся с иррационализмом и постмодернизмом почему-то. А вот, да, в среде иррационалистов и постмодернистов, здравствуйте, вот логика появляется внезапно. Интересно, замечательно, и это тоже является определенным символом упадка. Ой, комплекс света, это тоже интересный комплекс, который есть и у буддистов с их просветлением, и у различных представителей разных религий, и у христиан в том числе. Но в данном случае, меня очень сильно захватывает аспект философии, конечно же. Потому что в аспекте философии это крайне интересно. А философия вдруг начинает пользоваться таким примитивным, таким, ну, абсолютно никаким, не сильным символом, такой метафорой света. И она появляется в просвещении. Догматическое желание находиться на стороне добра, света, справедливости, на стороне прогресса, всего самого лучшего. Всего самого замечательного. Это и есть комплекс света. То есть моя позиция воспринимается, моя, вот и лично ваша, лично моя в рамках философии воспринимается как самая-самая лучшая. И лучшей позиции нет. Потому что мы, мы находимся с вами, ну, если вы придерживались одной позиции, на стороне света, а наши оппоненты находятся на стороне тьмы. То есть получается две такие грани. Тьма и свет. Просвещение и мракобесие. Наука и лженаука. У нас появляются две грани. Черная и белая. И на белом, конечно же, вот мы. Мы, мы там, мы ученые, или мы там философ-рационалисты, или мы кто угодно. Мы там гегельянцы. Мы на стороне света, мы на стороне просвещения. Иногда даже на стороне прогресса. Быть на стороне всего хорошего. Это комплекс света. И эпоха просвещения в европейской философии именно задала такой тренд. И это очень плохой тренд. Это тренд, следствием которого является радикализация различий и конфликтов. В данном случае это действительно очень плохо. А комплекс логики, мы его уже обсудили выше, или комплекс непротиворечивости, тоже философский комплекс. Логика придумана одним человеком. В ней нет ничего выдающегося. Она вызывает сомнения. Логику невозможно доказать, не применяя при этом другую логику. И при этом можно доказывать логику логикой до бесконечности. Для доказательства каждой новой логики, доказывающей логику, нам нужно будет создать еще одну логику. Что в этом смысле является абсолютно глупостью. Уход в бесконечность. И это не имеет никакого смысла. Кроме того, мы не имеем никакого понятия о том, являются ли наши высказывания истинными. То есть могут ли высказывания вообще оказаться истинными. И причем я не имею ввиду высказывания как предмет исследования логики. Я имею ввиду высказывания в общем смысле. То есть может ли речь вообще быть истинной. Вот что я имею ввиду. Может ли слово оказаться истинным. Может ли предложение быть истинным. Хоть какое-нибудь предложение может ли оно содержать в себе истину. Если не может, все. Логика как бы отходит на второй план. До свидания. Ты ничего хорошего не сделала. Ты просто заставил нас всех заблуждаться. Очень-очень многое. Интересно, что такая недоказанная вещь вдруг стала такой крайне важной для всей европейской культуры. Но вот так вот бывает, что некоторые традиции, некоторые идеи очень хорошо так приживаются. И становятся частью культуры и очень долго в ней держатся. Комплекс науки. Комплекс науки, да. Философия уже много лет стремится стать наукой. Ох, эти великие наукоучения. Или, не знаю, философия как строгая наука. Очень много отсылок. Очень много. И я перечислил сейчас самые только поверхностные. Да. Мне думается, что это болезненное желание. Так как философы во многом, ну они породили науку на самом деле. И даже первые ученые, их еще можно считать философами. Они сами себя считали философами. Ньютон все еще считал себя философом. Он не самый ранний ученый, по сути. То есть, да. Он писал философский трактат о, в общем-то, принципах математики, которые привязывались к натурфилософии, а не к физике. Ну, то есть, ну, физика воспринималась как часть натурфилософии в данном случае. Это была действительно философия, а не наука, как любят выражаться сегодня. Так вот. Дело в том, что философы породили науку, а потом все как бы изменилось. Наука стала популярна. Наука возымела успех. У науки было много успехов, по сути, на пути своего становления. Наука прославилась на весь мир. Наука захватила весь мир. И мыслители все больше и больше оглядываются на науку. Они мечтают стать этой наукой. Они пытаются повторить эту мечту. Их пытаются стать тоже такими же серьезными, такими же основателями, такими же, в общем-то, важными. Но проблема в том, что наука — это лишь одно из течений философской мысли, которая очень активно развивалась и стала тем, что мы видим вот сейчас. А философия — это многое. Это сразу все течения мысли, которые можно только себе представить. Не только все, которые есть. Те, что есть малая часть философии. Наука одна. Наука может развиваться вперед, дальше. Она не может развиваться там по параллелям. Философия — это огромный цветок с бесконечным количеством лепестков, по сути. И каждый из них может стать полноценной философской системой и даже чем-нибудь похожим и по популярности, и по силе, и по доказательной с наукой. Только проблема в том, что стремление философов стать вот этими самыми учеными стать представителями науки, или так или иначе поднять якобы философию до уровня науки. Но это, по сути, глупость. Это, наоборот, способ опустить философию до уровня науки и заниматься приземленными проблемами, не разрабатывать новые концепты, не разрабатывать новые дискурсы, стараться быть более основательным, стараться быть более научным, стараться быть более эрудированным, больше цитировать и так далее, и так далее, и так далее. Это антифилософские. Ну это по сути действительно антифилософские. То есть перестать развивать конкретные какие-то учения и больше в общем-то развивать частные области, частные такие вот дисциплины. Ну в принципе это сейчас и происходит. Наука проникает в философию и философия становится подобна науке и при этом отбрасывает от себя все лепестки вот эти вот бесконечные, которые просто могли бы возникнуть, могли бы развиваться и могли бы качественно работать и могли бы породить что-то невероятно новое. У нас есть искусство во многом зависимое от философии. У нас есть религии и религии тоже во многом зависимы от философии. По сути философия это тот базис фундаментальной идеи, то ядро, которое заложено в религию и на базе которого религия развивается. Религии породила философия. Неплохой проект. Много неплохих проектов породила философия. Религиозных и науку в том числе породила философия. Вопрос, да, как? Почему философия вдруг должна спускаться вниз к науке? Это то же самое. Давайте-ка философия спустится к буддизму, станет буддизмом. Не знаю. Философия как строгий буддизм. Давайте называть свои тексты вот таким образом. Кстати, в контексте феноменологии это имело бы смысл. Действительно, это бы имело очень большой смысл. Назад к будде, как бы. Да. Исторические предпосылки связаны, конечно же, с доминированием науки в интеллектуальной сфере. Это привело к тому, что другие течения мысли захотели повторить ее успех. Но это действительно очень сложно. Это действительно очень сложно. И научный проект, на мой взгляд, это очень большая удача, что вот так вот все получилось хорошо с наукой. Могло бы не получиться. В погоне за наукой философия упустила множество интересных проектов, которые этой самой науке банально проиграли. Или не то, чтобы проиграли. Они просто, на первый взгляд, не казались такими сильными, как научный проект. И философия отбрасывала проекты. Она пыталась поспешно находить тупики. Она заходила в эти тупики и говорила, нет, мы не будем искать дальше разрешения. Здесь все понятно. Все. До свидания. До свидания, Беркли. До свидания, там, не знаю. С Нильши не до конца попрощались, но Нишанцев сейчас тоже мало. Здравствуйте, Ежи Сармат. Ну, Ежи Сармат тоже плохой Нишанец, честно говоря. Наукофицированный Нишанец. И вот так вот и получается, что идет отказ от философии и попытки сблизиться с наукой. Насчет этого у меня есть несколько материалов. Ну, не совсем насчет этого, насчет науки. Это 16 причин сомневаться в науке статья. И вторая статья, почему философия не является наукой. Комплекс империзма связан с комплексом науки. По сути, никто не знает, является ли империзм средством добычи истины. Что-то он нам помогает найти, конечно. Какие-то наблюдения, какие-то эксперименты мы проводим, что-то получаем, что-то видим и что-то можем трактовать и интерпретировать. В этом смысле мы не можем быть уверены в том, что империзм дает нам единственную трактовку опыта. А если он не дает нам единственно верную, единственно возможную трактовку опыта, то он становится сомнительным, как минимум. И в данном случае мы имеем абсолютное право даже отказываться от империзма. И философия никогда не ограничивалась одним методом. Или двумя методами. Или какой-нибудь ограниченной группой методов. В общем, философия никогда не ограничивалась. Философия продолжала разрабатывать все больше новых и новых интересных методов. Что ей свойственно. А тем более платоники и скептики в античности опровергли возможность создания любой достоверной имперической философии. Многие современные философы, ну, просто говорят, давайте ссылаться на науку, давайте ссылаться на научные теории и факты. И не будем обращать внимание на всю философскую традицию, по сути. Не будем обращать внимание на тропы скептиков. Нафиг они нужны. Не будем обращать внимание на теорию Платона. Да, тоже. Зачем она нужна? Есть же империзм. Есть наука. Все. Философские традиции даже отри. Ну, то есть, комплекс империзма, он, в принципе, он напрямую отрицает философию. Он говорит, все, нам плевать на Платона, нам плевать на секстоэмпирика, нам плевать на всех, кроме ученых, кроме эмпириков. Отлично, замечательно. Очень философский и очень глубоко. Комплекс критики. Нередко философию воспринимают не как совокупность догматических учений, не как скептицизм, а как практику критики, постоянно обновляющуюся с каждым поколением. Проблема заключается в том, что критика, скорее, вторичный продукт философии. Ну, то есть, нет, наверное, ни одного такого мыслителя, который, ну, не считая постмодернистов, а которые бы создавали свою философию ради критики. То есть, изначально, вот, например, сидит какой-нибудь перед нами Платон. И Платон здесь не для того, чтобы критиковать других. Это не его основная цель. У него свой спектр идей, он создает свои смыслы, он создает свой дискурс. А критика — это побочный продукт его деятельности. Называть философию критикой, в сущности, которая постоянно обновляется с каждым поколением, это нелепо. По крайней мере, потому что изначальные цели философов не соответствуют, вот, слову критика. Вот, вообще никак не соответствует. Цель большинства мыслителей — это некая утвердительная программа идей. И критика направлена на другие программы идей обыкновенно. На другие программы идей, методов и взглядов, да. Трактовка философии как критики симптоматична, так как лишь некоторые учения были сосредоточены на критике. Действительно, немногие. Ну, кантианство, может быть. И то, там очень большая позитивная программа. Кантианство не есть радикальное критиканство. Да, предпосылки того, что философия стала критикой. Первая предпосылка — это критика христианства и христианской философии в новое время. Ну, то есть, критика действительно стала чуть ли не самоцелью в опровержении христиан. Многие философские учения направились на критику эту. Вторая — это, конечно же, критическое учение канта и кантианства в целом. По сути, критическая философия, как она называется. Третья — это маниакальное влечение к мифическому критическому мышлению, Ставшему популярным в последние десятилетия Ну, критическое мышление Это вообще самая дешевая концепция Которую можно представить Это, по-моему, ну, можете прочитать Об этом статью, миф о критическом мышлении Или миф о конструктивной критике Или по подходу к мышлению Там я раскрываю, что есть критика Почему она не так Замечательна, как это может показаться Почему конструктивная критика По сути невозможна Почему критическое мышление Это всего лишь миф И почему в подходах к чтению Ну, критика там тоже имеет место Комплекс Сократа Комплекс Сократа или комплекс диалога Это мания ведения диалогов У некоторых мыслителей есть такая болезненная черта Они верят в то, что в споре открывается истина Неожиданно, да Поэтому, собственно, мы и называли это комплекс Комплексом Сократа Предпочтение диалоговой формы Среди прочих Они предпочитают диалоговую форму Среди прочих Они навязывают диалог Определенные этические правила Также навязывают в этом диалоге Определенные логические правила Этот комплекс относит нас к Сократу, платоникам Но Сократ был изобретателем данного метода, конечно же Да, как и обычно Доминирование одного метода над другими Не свойственно философии в целом И когда некоторые мыслители Пытаются представить философию В виде диалога Ну, нет Нет, нет, нет Это не то Это совершенно не то Это стремление к бессмысленным диалогам Обесценивание письменных форм Переоценивание значений диалога В деле поиска истины И решения других философских проблем Это как раз и есть следствие Из комплекса Сократа Причем Сократ, он действительно Он был изобретателем этого метода Поэтому его можно как бы понять И простить Простить смешно звучит Но простить все-таки да, можно То есть понятно, почему он так активно Использовал этот метод Почему он на него напирал И в принципе за неимением Каких-то значительных альтернатив И сопротивление софистами Это вполне было возможно Тем более для софистов Метод Сократа был непривычен Крайне непривычен И поэтому, как это даже показано В диалогах Платона Скорее всего, именно этот аспект В плане софистики он изобразил правильно Протагору, Горгию Было крайне неудобно спорить с Сократом Обсуждать вот так вот точечно вопрос Обмениваясь при этом единичными репликами Они любили читать большие речи Риторические Наполненные разнообразными фигурами Да, они умели вести споры Отвечать на какие-то вопросы Но вести длинный спор ради истины Для софиста Это противоречило его сущности С одной стороны А с другой стороны Противоречило его методу И опыта в этом у них было Значительно, конечно же, меньше У них были свои методы Ну, зачем им, в общем-то, диалог И последний комплекс, который мы сегодня разберем Это комплекс влияния А в чем его суть? А в том, что хороший мыслитель Это влиятельный мыслитель Такое редко услышишь на практике, конечно же Редко какой человек признается Что вот я люблю Гегеля Потому что он влиятельный Но, к сожалению, этот человек Скорее всего, познакомился с Гегелем С текстом Гегеля Потому что Гегель влиятельный мыслитель Скорее всего, он увидел текст Гегеля Как раз потому, что у Гегеля Большое количество влияний Он оказал влияние на огромное количество мыслителей Включая Карла Маркса Фридриха Энгельса Фейербаха И так далее, так далее, так далее Да даже на Сартра Оказал влияние через Маркса Поэтому, ну что же мы тут можем поделать Гегель очень влиятельный мыслитель И вероятность того, что вы, читающие Гегеля Попали вообще на его текст Вот эта вот случайность Эта вероятность Она стала возможна только потому, что он влиятельный С одной стороны С другой стороны У нас таких влиятельных мыслителей Есть некоторое количество Их не очень много Скорее всего, умных мыслителей Потрясающих, хороших, интересных, оригинальных Было значительно больше Но до нас дошли именно вот эти Вследствие чего? Вследствие как раз именно С одной стороны влияния С другой стороны популярности Работают определенные механизмы моды У меня есть материалы, касающиеся данной проблемы Это статья Абсолютная мода Там я разбираю, как работают механизмы моды В философии, вроде как в науке тоже В искусстве То есть Абсолютная мода Это механизм, который работает повсеместно Мода, в данном случае математическое скорее понятие Это не фэшн, это не модная одежда Это повторяемость Это степень повторяемости То, что повторяется То, что часто повторяют люди И вот само существование истории философии Которые умножают влияние данных мыслителей И абсолютное игнорирование любой мысли Лежащей за пределами этой истории Это и есть историческая предпосылка Комплекса влияния Философия оказывается узкой университетской дисциплиной Которая не имеет отношения к человеку в целом Только признанные историками философии персонажи Оказываются философами Такое положение дел пагубно сказывается на философии Потому что философия Это нечто значительно большее Чем история философии История философии это вот маленькая-маленькая такая штучка Это вот вообще мизерная Это вот буквально сотни, тысячи мыслителей На фоне миллионов Может быть даже миллиардов Не знаю, как это выразить Вряд ли миллиардов Ну миллионов скорее всего все-таки Просто вот эти вот миллионы Они не зарегистрированы в истории философии К сожалению Продолжаем Вывод У современной философии имеется множество проблем Притом большую часть из них она унаследовала Из далекого или не очень далекого прошлого Все эти комплексы или заболевания Так или иначе негативно влияют на развитие философии Они являются сдерживающими факторами Которые мешают проявиться Философии подлинной Исконной, изначальной Той философии, которая зародилась в древности Той философии, которая порождала культуру Эта философия была подлинным продуктивным мышлением В чистейшем виде Последующее развитие мысли скорее накладывало Все больше и больше ограничений Которые выродились в многочисленные комплексы Которые крайне сложно осознать Являясь их носителем Большинство людей, прочитавших эту статью Скорее всего, и посмотревших это видео Скорее всего, испытают отторжение Они не захотят признавать в себе И в философии хотя бы половину Из вышеперечисленных комплексов Но кто из людей признает чисто психологические комплексы? Кто обнаруживает их в себе? И кто работает над их исправлением? Определенно немногие И в этом смысле, наверное, данная статья Является определенным Криком души О том, что вот Обратите внимание Обратите внимание, что вот такие вещи Они имеют место Посмотрите, какие комплексы Испытывают люди Философы И не только философы Последователи этих философов Академические мыслители Посмотрите, сколько всяких ограничений Некоторые из этих ограничений хорошо обоснованы Некоторые из этих ограничений плохо обоснованы Но они все равно являются ограничениями И противоречат природе философии Восьмикратно с вами прощаюсь И желаю понимания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok